Кто не просмотрел, я рекомендую все-таки посмотреть это в записи, первую часть. Рекомендую, почему? Потому что первая часть масштабирования моего вебинара, она направлена на увеличение, ускорение результата. То есть там я даю тему, как ускориться, как сделать больше объем, как сделать так, чтобы ваша структура пришла к наивысшему результату, то есть по отношению к вашему нынешнему. То есть вот что есть сейчас и как его увеличить, увеличить несколько раз. Вот это первая часть. Сегодня мы будем больше говорить с вами о том, как трансформировать тот бизнес, который у вас есть сейчас, как трансформировать ту ситуацию, которая есть сейчас. И именно та ваша трансформация, которую мы будем сегодня изучать, она будет направлена на увеличение вашего дохода. Потому что если вы строите бизнес, но ваш доход не увеличивается, то это очень плохо. Если это на первоначальном этапе, на старте у вас есть такой момент, что именно как стартап, как начало вашего бизнеса, если вы его строите, вы понимаете, что вы работаете на длительную дистанцию и через какое-то время ваш доход начнет увеличиваться, пока вы строите базу, это понятно. Если вы просто не на начальном уже пути, а уже в большом движении, но ваш доход не увеличивается, значит вам действительно нужно трансформироваться. Сразу предупреждаю, тема будет сложная. Очень надеюсь на ваше понимание. Если что-то будет непонятно, конечно же, вы можете задать вопрос, во-первых, своим вышестоящим директорам, я думаю, они вам объяснят. В любом случае вопросы ко мне можно задать, я постараюсь вам ответить или попробовать обозначить, где вам дополнительно посмотреть информацию по этому направлению. Итак, сегодня мы будем с вами говорить. Вторая часть масштабирования – это увеличение своего дохода. И у нас будет 4 направления, 4 вектора. Первое – это увеличение КПД эффективности вашего бизнеса. Это клонирование и гиграфическое расширение. Третье – это кардинальные изменения модели масштабирования. И четвертое – это аномалия, эффект резонанса. Сразу говорю, что я вам сегодня волшебную таблетку не дам. Сегодня я хочу расширить ваш мозг для того, чтобы вы задумывались больше, чтобы вы начали смотреть на свой бизнес с другого формата, с другого масштаба, ну вот по-другому. То есть, чтобы вы посмотрели на свои действия по-другому. Вот смотрите, есть такой замечательный слайд, тут, правда, мелкая, постараюсь вот сейчас увеличить это в объемах. О чем думать? Напишите, пожалуйста… Так, Елена, это моя. Напишите, пожалуйста, Елене, чтобы она перезагрузилась, потому что звук есть. Есть у всех звук? Есть звук. Отлично. Это перезагрузится. Напишите, пожалуйста, помогите мне. Вот самое важное, начинается масштабирование всегда с изменения вашего мышления. Его нужно просто видоизменить, потому что мышление… Ну, тут написано «офис менеджера», я просто картинку такую нашла, но в любом случае мышление простого консультанта или простого лидера, или мышление маленького формата руководителя, оно кардинально отличается от предпринимателей. Давайте посмотрим. Вот смотрите, как мыслит офис менеджер. Когда мы сейчас будем зачитывать эти пункты, на себя применяйте, пожалуйста, ставьте себе галочки, присуще ли это вам или нет, думаете ли вы по-другому, или думаете именно в этом масштабе. Итак, офис менеджер думает. Первое. Как бы сегодня уйти пораньше? Второе. Доволен ли мой начальник? Ну, или мой наставник? Третье. Как найти работу получше, попроще? Как бы сделать так, чтобы меньше делать, но чтобы был результат, конечно же? Четвертое. Когда будут выходные? Очень часто многие думают, ой, скорее бы закрылся период, и чтобы хоть немножечко отдохнуть. Или вот скорее бы выходные, может быть, я немножечко отдохну все-таки от своей работы. Офис менеджер думает, когда дадут отпуск, или когда же я смогу в конце концов абсолютно отдохнуть от этого и гонки, от этого мышления. А еще, знаете, когда у меня было мышление офис менеджера, оно у меня тоже было. Мы все проходим эти стадии роста и развития. Я тогда, знаете как, я думала по-другому. Вот я сейчас поработаю, а потом я вот сделаю что-то такое, что я работать не буду, а я буду только получать доходы. Вот честно вам скажу, любой руководитель, и любой даже человек, который ходит на работу, он не может так думать, потому что если он работает, то у него есть доход. Если его уволили, или он перестал работать, дохода у него нет. Поэтому думать, да, я понимаю, что сетевое кардинально отличается от простой работы, абсолютно отличается, потому что именно в сетевом можно, знаете как, за одну единицу получить гораздо больше сделанных каких-то действий. Но в любом случае, если вы работаете максимально, или у вас грамотно, автоматизирован ваш бизнес, но вы все равно работаете, то вы получаете доход. Если вы перестаете работать, то вы получаете доход, но уже с наименьшим результатом, то есть с наименьшим количеством денег. Поэтому, если вы думаете, что сетевой вам даст абсолютно пассивный доход, и вам ничего не нужно будет делать, я не говорю «фаберлик», я говорю вообще про MLM-индустрию, то, честно скажу, вы ошибаетесь. В любой сетевой компании, в любом бизнесе нужно работать. Только от грамотного масштабирования своего бизнеса, и от грамотного выстраивания своих действий, из проекта развития и роста своей структуры, зависит, насколько больше вы сможете отдыхать, и насколько больше вы сможете не участвовать в процессе каком-то деятельности, а ваш бизнес не рухнет. Это в сетевом возможно, но в любом случае работать придется всегда. Поэтому, вот, когда дадут отпуск, это не к нам, не в наш адрес, мы создаем то пространство, где мы начинаем другую деятельность и создаем себе отпуск. Шестое. Мышление офис-менеджера. Когда повысят зарплату, это действительно многие думают, ну что я вот столько делаю, когда я уже начну зарабатывать больше. Это действительно мышление офис-менеджера, а не предпринимателя. Я не просто так говорю, потому что все остальное будет направлено на предпринимателя. Я пытаюсь вам показать, как мыслит тот предприниматель, который создает свое дело, и как он умеет масштабировать и увеличивать свои доходы и свою деятельность. Как встать завтра с утра? Очень многие думают, офис-менеджеры. Скоро уже пенсия. Да, когда же это закончится? Куда мне поехать? На Гуа, Бали или Испанию? Или вот на озеро, которое находится в моем городе? Мышление предпринимателя. Я здесь уменьшу, чтобы вам лучше было видно, потому что передвинуть не получится, я поэтому уменьшаю здесь объем и буду зачитывать. Предприниматель мыслит, кардинально отличающийся от офис-менеджера. Как работать 4 часа в неделю? Он думает, как увеличить эффективность свою. Второе. Какой бы еще бизнес замутить, чтобы что такое создать, именно какой такой проект? Или бизнес, думает предприниматель, в сетевом думает, как создать еще один проект, который усилит мою деятельность и будет давать мне больше доходы и больше повысит мой чек. Третье. Какое бы еще хобби найти? Что значит, какое бы еще хобби? То отвлечение, тот момент, где предприниматель будет получать энергию для того, чтобы эту энергию перекладывать на свою деятельность. То есть предприниматель всегда думает, что я могу такое еще помимо бизнеса в удовольствие себе создать, чтобы у меня была возможность свои деньги затрачивать туда и получать удовольствие, или где я могу получить тот заряд энергии, который даст мне потом, впоследствии, именно в моей деятельности, чтобы я не столько уставал, а больше получал удовольствие. Вот для предпринимателя хобби – это вот заряд энергии, то есть восполнение своих сил после проделанной работы. Четвертое. Миллион. Что дальше? То есть предприниматель думает, когда я заработаю миллион, что будет у меня дальше? Два миллиона, пять миллионов. Как на семинаре у нас Светлана Устратова сказала. Вначале думаешь о том, как стать миллионером годовым, а потом уже начинаешь думать другими масштабами. Когда Светлана Устратова говорила 3 миллиона, 5 миллионов, а в этом году план 7 миллионов, годовой доход. Вот это мысление предпринимателя, крупного бизнесмена. Когда он понимает, что миллион – это так много. Нет, он понимает, что когда достигнет одна цель, то следующая цель уже на подходе. У него нет перерывов в достижении к чему-то большего. Он постоянно в режиме, то есть, знаете, как перехода от одной цели к другой цели. То есть он плавно переходит. И все, что делается сейчас, это все спланировано на ту большую цель, которая там далеко. Предприниматель всегда думает, чем еще займемся с семьей. То есть, что можно еще такого сделать приятного для своей семьи, чтобы побыть вместе. Потому что офис-менеджер или работник, который работает на предприятии, он все время думает, у меня есть всего два выходных, и обычно в эти два выходных мы или обычно эти люди или отдыхают дома на кроватке, на диванчике у телевизора, или в саду копают. И именно что такого интересного дать семье, нет возможности денежного эквивалента, и нет возможности просто, ну как можно повезти куда-то семью, когда чаще всего мужья, если не бизнесмены, они говорят, «Я так устал, ты ко мне пристаешь, куда мы поедем?» Лучше бы полежать, пивка попить, покушать рыбки и посмотреть бы телек. Или сходить с друзьями на рыбалку, или, например, еще что-то такое. От предпринимателя другие взгляды, то есть совместный отдых, совместные путешествия, совместные какие-то интересные программы вместе, не только с мужем, но и с детьми, когда они вместе смотрят вперед, вместе мыслят и вместе чего-то хотят нового. Также предприниматель думает, во сколько бы встать завтра. Действительно это так. Если предприниматель понимает, что следующий день у него будет более загруженный, то он может запросто запланировать себе подъем в 5 утра и нормально себя будет чувствовать. Потому что он будет понимать, я лучше встану в 5, зато я больше успею за этот день. Или я встану в 6, и я больше успею за этот день. Офис-менеджер думает по-другому, как бы подольше поспать. Также предприниматель понимает, вот вчера я полный день работал, я очень много сделал, и я имею право завтра поспать до 11. Я так хочу, я имею право. У меня есть такая возможность, потому что я сам планирую свое время. Это так думает предприниматель. И предприниматель, следующий пункт, он думает, как повысить конверсию, то есть как увеличить КПД, как увеличить эффективность. То есть конверсия – это эффективность ваших проделанных действий, которые дают 100% или 200% или 500% результат. То есть конверсия – это по отношению, например, к прошлому году, насколько вы приросли. Есть мнение привычное в России, для обычных предприятий, если идет прирост плюс 20% за год, то это норма. У предпринимателя действительно с большим масштабом мышления прирост 20% – это мизер. Это вот такой мизер – это не норма. Для него это практически спад его ресурсов. Для предпринимателя глубокого и более высокого масштаба высокая конверсия, когда прирост по отношению к прошлому году – это не менее 100%, 150%, 200%, а итого более, может быть, 500%. Вот если вы будете думать о конверсии по отношению к прошлому году и по отношению к прошлому периоду, насколько вы должны, и точнее во сколько вы прирастете, вот это у вас мышление предпринимательное. Если вы думаете, слава богу, я сделал этот объем, и я удержался на этой позиции, и если это происходит один, другой, третий, пятый, десятый период, значит, вы точно не в мышлении предпринимателя, а в мышлении офис-менеджера. Сейчас никого не хочу обидеть, хочу вам предложить просто задуматься. Может быть, вот из-за этого мышления, что вы неправильно мыслите по отношению к своему бизнесу. Может быть, и не происходит тот прирост, и не происходит вот то движение, которое вы хотели бы изначально. Поэтому вот здесь вот этот фактор очень важен. Итак, следующее, о чем думает предприниматель, какой заголовок лучше для создания поста, какой заголовок привлечет большее количество людей, или какой заголовок лучше будет для создания какого обучения, какая фраза сработает в мотивационной программе более. То есть он думает, он продумывает каждую фразу, которая даст выше конверсию и в бизнесе, и в привлечении в свой бизнес. Девятый пункт – это уточню свою миссию. Что значит уточню свою миссию? То есть предприниматель понимает, какова его миссия, но он всегда сравнивает то, какую миссию он определил для себя, с тем эффектом, который получает, ну, то есть происходит ли у него изменение, потому что миссия – это когда вы изменяете вокруг себя или мир, или свою жизнь, или людей, которые вас окружают. И если миссия действительно дает результат ваша, и вы видите эти изменения, значит, вы идете в правильном направлении. Если вы определили свою миссию, если не определили, то это офис-менеджер, если вы ее определите и начнете двигаться, и вот будете видеть, что она не дает никаких изменений, значит, миссия определена неверно. То есть по изменениям вокруг вашего пространства, вокруг вашего окружения, вы будете понимать, в правильном ли вы направлении идете, и правильную ли миссию вы ведете и делаете, то есть выбрали, правильный ли тот путь. Десятое – это когда я буду своей семьей на Гоа, а когда я поеду на Бали, а когда я буду в Испании. Именно так думает предприниматель. Для него не важно ездить 5 или 10 раз в год отдыхать, для него важно. Я поеду отдыхать, может быть, один или два года, я вложу свое время в увеличение, в рост своего бизнеса, но в следующем году я начну каждые две недели быть в разных местах, вначале на Гоа, потом на Бали, потом в Испании, потом во Франции, то есть устрою себе круиз по разным странам. Он всегда соизмеряет ресурс своего времени, он всегда, предприниматель, измеряет ресурс своих инвестиций денежных, свои расходы и доходы. Вот именно это мышление предпринимателя дает возможность действительно двигаться и расти. Поэтому, пожалуйста, вот я уделила большее внимание вот этому процессу, определите себя и сами выберите, как вы хотите мыслить. Если думаете как офис-менеджер, но хотите стать предпринимателем, меняйте. Если вы выбрали путь офис-менеджера, тогда не грешите на себя, просто делайте дела и получайте тут те преимущества, которые у вас есть, и не прыгайте выше головы. Но если вы все-таки хотите, чтобы у вас было больше, тогда начните менять свое мышление. Давайте будем двигаться дальше. Итак, предприниматель, кто он? Во-первых, предприниматель, он от слова предпринимать, это слово ключевое, это самое главное слово. Предприниматель, он практически всегда не удовлетворен той ситуацией, в которой он живет. Даже как бы он хорошо не зарабатывал, он всегда чем-то недоволен. Много денег? Хочу больше. Большая структура? Хочу больше. Есть квалификация рубина, золото, бриллианта? Хочу больше. Он всегда в позиции неудовлетворения. Он всегда меняет свою зону комфорта. Как только он достигает зоны комфорта, ему становится хорошо, он кардинально что-то меняет в своем бизнесе, в своих действиях, и опять себя окунает в зону дискомфорта, увеличения. Вот именно этот человек всегда будет расти и всегда будет добиваться более высоких результатов. Если вы живете в том плане, чтобы достичь комфорта, жить спокойно, вы не предприниматель. Значит, ставьте себе определенную планку, ее достигайте, ну и довольствуйтесь этим. Вот предприниматель всегда вводит себя в дискомфорт. Он всегда думает, как и через что изменить свою жизнь. То есть, что такое сделать, что такое создать, какой придумать еще один метод или еще один проект, чтобы моя жизнь стала еще краше и еще лучше. Он рассчитывает свои доходы и расходы и соизмеряется своими потребностями и целями. Я, знаете как, на своем примере скажу. Мне всегда казалось, что когда я буду зарабатывать хотя бы 100 тысяч в месяц, я буду жить спокойно. Я, наконец-то, буду понимать, что мне на все хватает и буду тратить деньги направо-налево в свое удовольствие. Я была удивлена, как только я начала зарабатывать не 100, а гораздо больше, я начала понимать, что я еще больше соизмеряю, куда я хочу затрачивать деньги, а куда нет. Я стала считать свои деньги не потому, что мне стало жалко, а я просто понимала, что я могу выкинутые деньги на ветер, которые раньше выкидывала, я могу их синвестировать в какой-то определенный ресурс и благодаря этому еще больше усилить свою структуру и увеличить свой доход. То есть предприниматель, он всегда соизмеряет и всегда считает, он дружит с цифрами. Если у вас есть проблема, например, вы не дружите с цифрами или вы не делаете расходов, доходов, как бы вам страшно не было, в какой ситуации вы находитесь, значит, и хотите стать предпринимателем, начните записывать и свои расходы, и планировать свои доходы, и соизмерять, когда достигнете миллиона, что будет дальше. Предприниматель, он создает новое, то, что никогда не делал. Он всегда в поиске, он всегда проходит новые обучения, он всегда себя окунает в то новое, которое вообще никогда не было. Это как Светлана Устратова, это как я, когда мы только окунулись в интернет-проект, когда мы только начали создавать свои интернет-проекты. Это те люди, наши партнеры, как Дарья Сыроваткина, как Дарья Титова, как Юлия Капитонова, которые начали в свое время окунаться в продвижение интернет, ну как интернет-продвижение и стали обучаться в этом направлении. Это те люди, которые пришли к нам в команды и начали двигаться в том же направлении, именно как мы это делали. То есть это те люди, которые всегда что-то создают новое, которое не делали никогда. Только в этом случае их бизнес вырастает в разы. Предприниматель, он не боится трудностей. Он понимает, что трудности – это рычаг к изменениям. Я бы даже сказала, что предприниматель специально создает себе трудности. Вот честно вам скажу, что когда… Вот у меня есть такое правило, когда я понимаю, что я начинаю окунаться в зону комфорта, когда я понимаю, что я все себе могу позволить, когда я не задумываюсь, куда я трачу деньги, то есть я прихожу и покупаю то, что я хочу. Вот в этот момент я всегда себя окунаю, знаете как, бросаю под танк. Так была моя машина, так была моя шуба, которые были дорогие. Я специально бросала себя под танк, чтобы создать искусственно вот ту трудность, чтобы зарабатывать более. Поэтому если у вас есть трудности, я вас поздравляю. Значит вы в той зоне, и это рычаг, когда скоро вы начнете, попадете в зону комфорта. Если у вас нет трудностей, создайте искусственно их и радуйтесь этим трудностям, потому что это будет рычагом к вашим изменениям. Предприниматель, он понимает, что с тобой… Есть такая фраза, он понимает, что с тобой или без тебя он все равно добьется своего. То есть знаете как, предприниматель – это тот человек, когда уже, например, создал какую-то команду, есть… ну не команду, а какую-то структуру. У него уже есть окружение, которое в принципе с ним вместе двигается, но очень, например, есть люди, которые не хотят двигаться в том темпе, в котором двигается сам предприниматель. И он понимает, даже если я останусь один, это знаете как, когда фестиваль успеха у Светланы и Олега Заварухина всегда приезжало огромное количество людей, и когда эти люди приезжали, то Олег со Светланой говорили, мы себе поставили за правилом, что даже если когда-нибудь на фестиваль успеха никто не приедет, то мы фестиваль успеха сделаем я и Олег, потому что это нам надо. Мы все равно это будем делать. Значит, мы создадим для себя какую-то поездку и куда-то поедем. Вот предприниматель никогда не зависит ни от кого. Предприниматель, это знаете как, многие выходят замуж. Ну, вот женщины выходят замуж, но можно просто выйти замуж, а многие выходят, чтобы быть за мужем, за тем человеком, который за них все решит, все сделает. Они не хотят ни о чем мыслить, они хотят только потреблять. Многие приходят в структуры так же, как за лидером. То есть они приходят и думают, понимают, что вот я пришел, и я буду потреблять, и мне в принципе этого достаточно. Вот если вы идете за кем-то, это хороший момент, то есть этот человек является вектором вашей тяги. Но если вы идете за ним для того, чтобы быть всегда на вторых позициях, то есть быть за кем-то, под кем-то, и быть в зоне комфорта, что за вас все решат, то это не мышление предпринимателя, это не позиция предпринимателя. Предприниматель понимает, не важно, если муж будет меня обеспечивать, это здорово, но если муж вдруг скажет, я не могу обеспечивать, у меня нету сил, или нету работы, или еще что-то, то предприниматель женщина скажет, я не важно, может муж или нет, я всегда сделаю так, что мои дети и моя семья не будет страдать. Конечно, по определенным правилам, канонам, женщина всегда должна быть за мужем, но бывают всякие форс-мажорные обстоятельства, и вот именно мышление человека быть всегда в позиции всегда, это мышление предпринимателя. Предпринимателю ему больше всех надо, то есть он всегда на первых позициях, он всегда на каких-то мероприятиях, он всегда хочет узнать новую информацию, он всегда говорит, его спрашивают, знаете, как раньше было, пионеров спрашивали, кто готов? А, ты готов? Всегда готов. Вот предприниматель всегда говорит, всегда готов, не важно, во сколько бы его не разбудили, и не важно, где бы он находился, он может быть сонный, всегда быть готовым. Предприниматель, он набирает всегда команды, он организует, именно организует командную деятельность и создает процессы движения в командах, то есть он создает и организует, это предприниматель, вот он это делает, он не ждет, пока за него кто-то что-то сделает, он не ждет, что кто-то за него в определенный момент построит все и все за него сделает. Даже если наставник помогает своим консультантам и выстраивает за них структуру, даже в этой ситуации предприниматель понимает, я благодарен своему наставнику, он меня поддерживает, но я в позиции предпринимателя, и я в позиции руководителя, мне просто помогли, но я беру на себя ответственность, и я организую эту команду, и я создаю процессы движения в этой команде, а не мой наставник и не мой директор. Я беру на себя ответственность за свою команду, за свой рост и за свое движение. Предприниматель работает на себя. Он понимает, что если не он, то никто за него это не сделает. Предприниматель перерастает свои компетенции, когда он перерастает, и тогда он уже трансформируется в управленца и начинает уже не столько создавать, сколько управлять теми созданными процессами в своей деятельности. Но это разные стадии. И предприниматель может быть на маленькой, вот знаете, как на самой низкой, первой, то есть от позиции «хочу», от позиции «хочу зарабатывать больше», от позиции «создание стартапа своего бизнеса», а потом он уже перейдет в другую позицию. То есть знаете как, когда рождается ребенок, он в позиции младенца, так и стартапер, то есть человек в позиции старта, он находится в позиции предпринимателя, но на позиции старта, на позиции только первых шагов, чтобы свой чек создать. Вторая позиция предпринимателя, это уже юношеский возраст, как у людей. И вот эта позиция предпринимателя, когда он уже влияет, он уже создает какие-то процессы, создает что-то уже в своей структуре, не просто набирает команду и чек, он уже работает на увеличение чека, и он уже влияет на тех, на увеличение чеков тех стартаперов, то есть людей, которые только пришли к нему на старт, он уже влияет и бьет в конкретные точки, чтобы его чек увеличился. Это вторая стадия развития становлений. Третья стадия развития, это уже зрелость. И вот эта зрелость, стадия развития, когда уже создаются проекты, что-то такое большее и объемное, вот такой огромный масштаб и очень высокие доходы, когда очень много крутится, не пять консультантов, а пять, например, бриллиантовых структур. Это я вам вот пытаюсь показать внешнее масштабирование увеличения. И последняя стадия – это жизнь, когда человек пожинает плоды всех созданных вот этих вот этапов становления. Он имеет бизнес, но он уже живет в свое удовольствие, потому что уже здесь не он работает на бизнес, а бизнес работает на него. Не он работает на доходы, а доходы работают на него. Он всегда что-то предпринимает для усиления и для увеличения. Коллеги, вы молчите, меня слышно или нет? Все ли понятно? Потому что я перехожу к следующему слайду и буду ускоряться, потому что времени много. Если все понятно, поставьте, пожалуйста, плюсики или задайте вопросы, чтобы я перешла далее. Спасибо, Дарья. Спасибо огромное. Значит, понятно. Отлично. Слушайте меня. Хорошо. Очень приятно. Итак, первое задание после того, что я вам дала. Ага, съехал слайд. Первое задание. Запишите его. Подумайте, что у вас есть из перечисленного, то, что я вам говорила выше, и чего у вас нет, чтобы стать предпринимателем настоящим, и чтобы перейти из стадии развития, именно когда младенчество, если вы в ней, перейти в стадию развития уже юношеского возраста, или, если вы в позиции юношеской стадии развития, перейти в позицию зрелости. То есть, что у вас уже сейчас есть, а что у вас нету, и вам нужно создать, или этому научиться, и поэтому для себя вот проработайте этот вопрос. Что нужно найти, чтобы усилить и перейти в следующую стадию. Итак, есть четыре направления, о которых я говорила вам выше. Для того, чтобы осуществить эти переходы, для того, чтобы ускорить эти переходы, и чтобы действительно масштаб вашего бизнеса увеличился не на, а в разы. Итак, первое, это увеличение КПД, коэффициента полезного действия, вашей команды, вашей структуры, вашего проекта и вашей деятельности. КПД это всегда эффективность, но важно, чтобы эффективность шла на затраты ваших ресурсов. Немножко фраза такая заумная, взяла ее у бизнес молодости, но попробую объяснить, перенести на сетевой. Смотрите, что такое вообще ресурсы? У нас действительно есть временные затраты, а это ресурс. Время это всегда ресурс. И мы затрачиваем какое-то время на какие-то определенные действия. И у каждого из вас они свои. Я не буду углубляться здесь, вот в этот момент, какие могут быть действия, вы понимаете, потому что мы в разной позиции, то есть становления и развития. Итак, существуют временные затраты на действия. Вот здесь важно, чтобы увеличить КПД, убрать все лишнее, которое не дает той конверсии, про которую я говорила ранее, которое не дает изменений и не дает увеличения и вашего чека, и вашего бизнеса. Все лишнее долой. Именно во времени. Есть денежные затраты на инструменты и на ресурсы. Здесь скажу, что некоторые делают личные объемы, знаю по некоторым лидерам своей структуры, которые делают личные объемы, не могут, не имеют дохода высокого, но зато делают заказы личные не для себя любимого, а закупаются на очень большие суммы и не рассчитывают именно рентабельность баллов по отношению к сумме заказа. То есть можно сделать 100 баллов и заплатить намного меньше, чем сделать 100 баллов и заплатить в два раза больше. Вот денежные затраты, они должны всегда рассчитываться, потому что когда вы вкладываете, одно дело вы себе покупаете. Когда я покупаю одежду и обувь, я понимаю, что стоимость балла это 150 рублей. И я понимаю, что когда я покупаю аукционный какой-то товар, то стоимость балла 150 рублей. Но я осознанно иду на эту позицию. Но точно так же я осознанно понимаю, что иногда я лучше куплю один шампунь по полной цене. Ну то есть по той цене, которые по полным баллам, чем я куплю 10 шампуней со скидкой, супер скидкой, потому что я заплачу гораздо больше и будут у меня эти шампунчики стоять на витрине или стоять где-то на полочке. То есть рентабельность именно денежных затрат в личном объеме тоже играет роль. Или также, например, мы затрачиваем иногда, я знаю некоторых людей, которые готовы вкладывать большое количество денег в свои пополнения энергии в поездки еще куда-то, которые не приносят результата, но зато не вкладывают денежный ресурс в те семинары, в те выездные семинары, как сейчас у нас фестиваль успехов, на котором можно переродиться, погрузиться и стать другим, и увидеть, где что-то делаешь, не так обменяться опытом, но сюда люди почему-то не вкладывают. Они вкладывают, затрачивают денежный ресурс в то, что не увеличивает конверсию их бизнеса. Поэтому вот здесь очень важно учитывать, не тратить лишние деньги там, где можно их не тратить. То есть если можно сделать бесплатно что-то, значит сделать бесплатно. Если нельзя, то значит осознанно понимать, я вкладываю ради того, чтобы эта конверсия увеличилась. Простите, простите, пожалуйста. Смотрите, то есть вот если вы будете рассчитывать свои денежные затраты на инструменты и на ресурсы, то вы будете четко понимать, как увеличится КПД, то есть КПД можно вывести до абсолюта. Всегда нужно ставить себе это в голову. Зачем я вкладываю такое количество денег? Что мне это даст впоследствии? Насколько это я увеличу свой доход или свою структуру? И следующий пункт это рентабельность вами созданной структуры. То есть каждый сотрудник, который, ну у нас не сотрудники, у нас консультанты, у нас партнеры, но есть все-таки консультанты, которые в позиции сотрудников. И очень важно понимать, чтобы ваш каждый сотрудник, который готов, ну или как партнер, чтобы он отдавался на 120, как минимум, процентов, а не просто на 100. То есть чем больше таких сотрудников, тех людей, которые вместе с вами строят бизнес, и чем больше людей, которые отдаются и берут на себя ответственность не менее, чем на 120%, значит, рентабельность вашего бизнеса возрастает, значит, укрепление ваших позиций в вашей структуре возрастает. Задайте себе вопросы по этим пунктам. Первый вопрос. Слайды потом сделаю для того, чтобы, если вы не успеете, например, что-то записать, слайды сделаю, сброшу вашим наставникам. Мы в свою группу ваши наставники сбросят, чтобы вам легче было над ними работать. Сейчас пробуйте перекладывать на себя и задумываться. Не записывайте, потому что будет очень долго. Или делайте скрины для себя. Первое. Задайте себе вопрос. Одно ваше действие, неважно какое, продажи, рекрутинг, привлечение, неважно. Одно ваше действие. Это действие направлено на одноминутный результат или оно направлено на длительную дистанцию. То есть вы, ну, если на примере продавца вы пришли к клиенту и продали один продукт, далее этот клиент будет с вами, его средняя закупка будет увеличиваться или нет. Если вы делаете рекрутинг на одноминутную какую-то ситуацию, главное, зарегистрировать человека, а там трава не расти, то значит КПД вашей структуры не увеличивается. Задумайтесь об этом. Важно, чтобы было у вас всегда взгляд туда, чтобы каждое ваше действие, каждое, оно за собой вело цепочку других проделанных шагов, то есть какой-то, знаете, как системы шагов на увеличение средней закупки, увеличение базы клиентов, на увеличение масштаба вашей структуры. Если у вас все-таки есть следующий вопрос, сколько действий вы делаете каждый день и на что они направлены. Если все-таки вы делаете маленькое количество действий в день, значит нужно увеличить интенсивность, это первое мое обучение, первый вебинар по масштабированию. Если у вас действия направлены на одноминутный результат, на одноминутную прибыль, на какое-то, знаете, как, за год главное сделать квалификацию и за год получить бонус, то значит у вас перспективы начнется разрушение, потому что если у вас нету стратегии на далее, то в какой-то момент наступит потолок и вы остановитесь, и вы не будете понимать, как это изменить, поэтому задумайтесь об этом сейчас. Уберите те действия, которые одноминутные, увеличьте КПД, то есть вот следующий вопрос как раз идет про это, что необходимо сделать, чтобы за одну единицу действия увеличилось коэффициент полезного действия вашего бизнеса. Что она такая, какая она должна быть, это вам на подумать дома. Четвертое, создана ли цепочка действий, которые направлены на увеличение рентабельности вашего бизнеса и вашего дохода регулярного, то есть происходит ли это регулярно. я знаю точно, что например вот вы знаете многих лидеров нашей компании, которые очень быстро растут, они просто растут каждый период на несколько квалификаций, это действительно есть такое, и у них действительно растет доход, и действительно растет многое внутри очень стремительно, регулярно, не каждый может это сделать, но есть растет ли у вас каждый период, или вы выбрали позицию, например, вот я выбрала для себя позицию, я вырастаю и укрепляю свои позиции, то есть период два я укрепляю, я вырастаю и несколько периодов я укрепляю позиции, это мое решение, вы можете сделать другое, но вы должны четко понимать, я расту, потому что у меня есть возможность прирасти очень быстро, я укрепляю, потому что я понимаю, что чек будет выше, поэтому подумайте в этом направлении, пятое, инвестируете ли вы денежные средства в свой бизнес, да или нет, этот вопрос очень важен, шестой пункт выходит из этого, денежные затраты, это ваши денежные затраты, это инвестиции для ускорения результата, или это моментальные вложения для здесь и сейчас, то есть вложил, я думаю, что вы это понимаете, об этом мы говорили чуть выше, седьмой пункт, делаете ли вы расчеты по уменьшению затрат и по увеличению вашей эффективности, это тоже мы говорили об этом в предыдущем моменте, но задайте себе эти вопросы, потому что одно дело рассуждать, другое дело переложить на себя, давайте двигаемся дальше, и пример для понимания, быстро его зачитаю, предположим, ну я уже об этом сказала, но быстро прочитаю, для продавцов это увеличение количества клиентов, как можно повысить коэффициент полезного действия, предположим 5000 человек, понимая, что одному обслужить 5000 человек сложно, для этого, для продавцов можно создать систему последующих регулярных покупок, то есть постпродажное обслуживание, как это сделать, вы это знаете, система обучения огромная есть, это может быть наем промоутеров, которые будут раздавать количество каталогов и привлечения этих клиентов, это наем, например, курьеров, которые будут по привлечению ваших клиентов и точно так же по доставке им продукта, а вы будете только дома обрабатывать информацию заказов, эти заказы оформлять, даже можно человека нанять, который будет оформлять эти заказы, если у вас будет 5000 клиентов, потому что 5000 клиентов даст высоченный доход, если вы приняли позицию продавца, продавайте на 3, на 5, на 6 тысяч баллов и получайте высокие доходы, четвертое, это разработка системы оповещения и привлечения новых клиентов, это могут быть сети интернет-магазинов, через которые будут приходить именно клиенты, это если человек выбрал позицию продавца, то здесь можно минимизировать с одной стороны временные затраты, но, знаете как, максимизировать, как это назвать, увеличить, сделать максимальным количество клиентов и количество дохода с продаж, то есть увеличить среднюю закупку и количество средней закупки у каждого клиента. Для руководителя структур, как увеличить КПД, это увеличение вашей структуры без вашего присутствия, то есть обучение ваших лидеров для того, чтобы они начали создавать свои структуры, они начали двигаться под тому, как делаете это вы, они сами это взяли на себя и сами это делают, а не вы создаете это. То есть вы присутствуете, но не делаете этого, вы просто помогаете, направляете. Второе, это система поиска и привлечения людей на разные позиции, то есть если вы привлекаете на позицию потребителя, то этот потребитель должен быть впоследствии не просто один-два заказа или вообще три периода не сделал и вылетел, а чтобы он был стабильный впоследствии преданный покупатель, где будет постоянно увеличиваться средняя закупка, где он будет делать 50-100 баллов только на потребление. Если вы приглашаете на позицию продавца, то это будет регулярное увеличение личного объема и он будет двигаться из позиции предпринимателя продавца, то, о чем я говорила выше. То есть понимаете как, не просто продает, а вот именно масштаб продаж увеличивается. Не просто увеличивает средний заказ, а он увеличивает масштаб обслуживания клиента и свою деятельность масштабирует и увеличивает совершенно ее видоизменяет. Если вы приглашаете на рекрутера, то это будет регулярное увеличение своей базы консультантов у каждого рекрутера, то есть каждый будет создавать свою команду самостоятельно, без вашего присутствия. Вы только направите, а он будет это делать самостоятельно. Если вы приглашаете на позицию бизнесмена, то регулярный стабильный рост по квалификациям и увеличение объема личной группы будет всегда. Вот знаете как, то есть для руководителя нужно изначально создать такое привлечение, такую форму привлечения, чтобы на эту позицию приходили именно осознанные люди вот этих целевых групп. Тогда вам проще будет, вам не нужно будет с каждым нянчиться, вы просто будете направлять и помогать, ну то есть направлять этих людей и люди будут изменять и свою жизнь и будете изменяться ваша жизнь. Третье, система вовлечения каждой целевой группы на регулярное увеличение показателей. Очень важно создать, продумать, как можно сделать так, чтобы они, целевые группы, эти были именно в осознанной позиции. Четвертое, система дубликации и деятельность без вашего постоянного присутствия, то есть повторение действий, действия должны быть какие-то очень простые, которые люди начнут повторять и начнут повторять и вас, и действия, и начнут развиваться и расти. Конечно же, нужно это создать, конечно, простые действия создать гораздо сложнее, это вот всегда так в бизнесе, это не потому, что вам сложно, это так сложно априори, но в принципе в этом направлении увеличения масштаба своего бизнеса это нужно сделать. Пятое, освоение передачи инструментария для увеличения коэффициента полезного действия в структуре. Шестое, отсев тех, кто затрачивает ваше время впустую. Недавно услышала фразу в одном из тренингов бизнес-молодости, что, например, есть люди, которые пойдут за вами, когда вы начнете что-то создавать, и они как предприниматели включатся в партнерскую позицию. Но есть будут такие люди, которые являются ну как вампировыми, конечно, в кавычках, то есть они привыкли потреблять о том, о чем я говорила ранее, и они просто-напросто, вот ваши новые созидания будут для них как, знаете, как чеснок для вампира. То есть вы будете их пугать этим, и они начнут рассеиваться. Вот если вы понимаете, что в вашей структуре огромное количество людей, и многие из этих людей больше тратят ваше время, но ничего не хотят, если хотят и не получается в другой момент, это может быть что-то недодали, если тратят время, но ничего не делают, и ничего не хотят, то просто отсейте этих людей, у них есть ресурс проекта, а ваше время, оно драгоценное, потому что вашу жизнь создаете вы сами для себя. Коллеги, вы здесь, а тут такая тишина, прямо аж это. Коллеги, вы здесь или нет, поставьте плюсики, чтобы я понимала, вы меня слышите? Слышите? Отлично. Загрузила? Извините, что гружу, но вот действительно изменить мышление, это очень важно первично. Итак, второе задание. Ух ты, Даша написала, Татьяна не загрузила? Отлично. Спасибо, Татьяна. Смотрите, второе задание, которое необходимо сделать для себя. Подумайте, что у вас есть, а что нужно, чтобы увеличить свой КПД. То есть, возможно, я какие-то пункты не назвала, возможно, когда я зачитывала, у вас что-то, понятно, у вас что-то ёкало, знаете как, бывает иногда слушаешь что-то и рождаются какие-то инсайты, какие-то щелчки, возможно, я это не произнесла, а у вас это уже щелкнуло, основываясь на своей позиции того, что создано с вами сейчас. Вот подумайте, что у вас есть важное, которое сейчас дает высокий результат и высокую конверсию, это обязательно, спасибо, Анна, это обязательно запишите и увеличьте этот процесс. и если и то, чего нет, то, что щелкнуло или то, что я зачитала выше, что вам необходимо, чтобы именно ваше КПД вашей структуры увеличилось, чтобы ваша эффективность, эффективность вашей структуры увеличилась, это второе задание на подумать на потом. Итак, переходим к третьему пункту, осталось третий и четвертый, четвертый будет совсем маленький, я его чисто немножко скажу, давайте про третье, третий я прям вам зачитаю, это клонирование и расширение то есть в пространстве себя, здесь все гораздо проще, мы все знаем, как можно себя клонировать, но многие это не делают, у многих есть мечта, я помню, что когда мы были на проектной сессии у Бориса Марковича Островского, многие директора, которые находились там, они говорили, как бы так создать, например, завод, который бы просто-напросто создавал директоров, то есть, чтобы там рождались сразу директора и они повторяли и клонировали себя, я понимаю, что это идея фикс у многих и не каждый это смог сделать, но задуматься в то, что нужно себя клонировать обязательно, задуматься, вас повторить, конечно, невозможно, но возможно, вы можете стать тем вектором тяги для своих людей, которые будут, знаете как, вы будете являться образцом для того, каким я хотела бы быть, вот, например, я, когда пришла в бизнес, для меня, я нашла для себя несколько образцов людей, на которых я равнялась, это не значит, что я один в один была на них похожа, я равнялась, я понимала, вот в этом человеке мне нравится вот это, вот в этом человеке мне нравится, как она одевается, а вот в этом человеке мне нравится, как она строит бизнес, а вот в этом я понимаю деловую хватку и у меня вот этого нет, то есть у меня было несколько образцов, которых я не повторяла полностью, а я брала что-то и развивала в себе, вот точно так же нужно создать себя такого, такой бренд, чтобы люди, которые будут приходить к вам в команды, чтобы они смогли, чтобы вы клонировать могли, чтобы они были в большей степени похожими на вас, потому что, ну не знаю, похожими в каком плане, может быть в росте, может быть не внешних данных, может быть не в характере, а именно в движении, в стратегии движения, или в стратегии обучения, или в каких-то системах достижения, то есть обязательно себя удвойте, утройте, сделайте вот очень интересную картинку нашла, понимаю, что вот она очень ярко отражает, я один, и таких как я, вон огромное множество, громадное, вот тогда действительно ваш масштаб вашего бизнеса будет просто запредельным, он действительно будет всегда увеличиваться и всегда расти, и так клонирование это открытие, можно клонировать себя не только людьми, можно клонировать себя, это когда в бизнесе обычно клонирование, это открытие различных филиалов, это открытие офисов, это открытие агентских пунктов, почему разделила офисов и агентских пунктов, потому что в некоторых городах есть пункты выдачи, и уже открыть агентский пункт там просто нереально, но ваши лидеры могут открыть офисы под работу со своими консультантами, они могут открыть филиалы какие-то маленькие, и например, как у меня был филиал, я понимала, у нас нельзя было в городе Миасе открыть еще один агентский пункт много времени назад, но я понимала, что я хочу своей структурой заниматься отдельно, то есть я хочу вести их за руку, а не то, чтобы они где-то там были, получали продукт, поэтому я получала продукт в офисе и переносила к себе в офис эти, то есть заказы этих людей и уже их там отрабатывала, конечно, может быть, с одной стороны, это немножко нерентабельно было, но это была инвестиция моего времени, это была инвестиция моих денежных затрат в этот офис для того, чтобы ускорить и увеличить мою структуру, и оно действительно дало результат, и после этого я смогла открыть, мне дала компания разрешение открыть представительство, это сейчас компания многим открывает офисы и пункты выдачи, тогда этого не было, и я нашла вот такой выход, чтобы так сделать, и моя структура, я ее подтянула, и они начали просто на меня равняться и многое другое. Что еще значит колонирование? Это привлечение, Светлана Устратова огромное количество офисов открывает под своих лидеров, и это очень важно, кстати, на фестивале успеха будет Руслан Сейтумир, и он будет делиться опытом, и у него огромен опыт по созданию, открытию огромного количества агентских пунктов. Сколько у него на сегодняшний день, не знаю, последний раз, когда я его увидела, у него было открыто 28 агентских пунктов в его структуре, сейчас я думаю, что их гораздо больше, потому что он просто их плодил, 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 и это дало очень высокий результат впоследствии, и рост по квалификациям. Следующее, это привлечение и выявление подобных себе, то есть, возможно, есть уже в ваших структурах люди, подобные вам, а, возможно, вы привлекете каких-то новых, если понимаете, что в вашей структуре или мало людей, или вообще никого нет, и тогда это привлечение новых, подобных себе, под, знаете как, под свои желания, под понимание, что этот человек предприниматель. То есть, когда вы будете привлекать конкретных людей, вы должны четко понимать, предприниматель это человек или нет. Вы даже можете использовать те вопросы, которые задавала я вам, вы можете эти вопросы использовать в общении с этим человеком, чтобы не было спама, вы можете эти вопросы задавать и получать ответы, и вы будете просто понимать, кто находится на той стороне экрана, и вы будете понимать, хотите ли вы его просто в команду на роль рекрутера или роль потребителя, или вы вообще его не хотите в свою команду, потому что это не тот ресурс, который вам необходим, это не тот человек, который придет на позицию партнера. И потом перевод этих людей в партнерскую позицию. Клонирование это совместные тренинги, совместные ТСД, как лично наставник, консультант и рост лидера, точно так же совместно, например, ваш лидер, вы, и вы отрабатываете с несколькими людьми у этого лидера, со структурой помогаете ему и показываете, как это нужно делать. То есть, например, собираете группу людей, 5-10 человек из его структуры, или проводите конкретно, четко на его структуру какое-то обучение, которое даст совершенно усиление именно этой команды. Совместные тренинги совместного действия и передача своих наработок и опыта. Жалко, что нельзя передать свой навык, потому что навык нарабатывается лично, но опыт и наработки можно рассказать, а уже тот человек приобретет свой навык по этому опыту. Создание системы стажировки, долго думала над этим словом, как назвать, то есть создание системы стажировки на ограниченную дистанцию во время, до перехода к самостоятельности. То есть, к вам приходит лидер, а у вас есть готовая система, то есть готовый, знаете как, тоннель, готовый путь, готовая, куда он погружается и на уровне веры идет и достигает определенных результатов. Результатов достигает определенных результатов и на выходе он получает конкретный результат и берет ответственность на себя. Дарья Титова, напиши, пожалуйста, Павлу, что у меня вебинар, а то у меня телефон на стороне, он звонит. Если ты здесь, сделай доброе дело, пожалуйста. И так далее. Создай, а это я сказала, и расширение территориальное обязательно. Что значит расширение территориально? Во-первых, насколько ваше присутствие есть в городе, сколько офисов, сколько консультантов, сколько масштаб вас именно в вашем городе. Далее, область, регион, в которой вы живете, то же самое, сколько вас, сколько ваших офисов в области региона. Другие регионы, отдельные от вас, от того, где далеко от вас находятся. Ближайшие страны, это бывшие СССР, там, Украина, Белоруссия, для тех, кто в других странах Россия, то есть ближайшая СНГ. Насколько вас там много и ваших людей, лидеров много. Дальние страны, это зарубежные, где есть уже Фаберлик, где уже есть представительство. Открытие новых стран, где нет еще Фаберлик, это тоже реально и возможно. Интернет-пространство, вас должно быть много везде. Все соцсети, блоги и многое-многое другое, вы все об этом знаете. Чем вас больше, тем больше получается вас склонирование, именно расширение пространства территориального, потому что интернет-пространство, это тоже территория. Привлечение всех знакомых и родственников в свой проект через вышеизложенные территории. Потому что если, например, ваши родственники живут в других странах или в других городах, и они будут в конечном итоге в других структурах, думаю, вам будет грустно после этого. Поэтому акцент нужно поставить на это. Ваши родственники должны быть в вашей команде. И не важно, где и на какой территории они находятся. И главное, резюме, это вас должно быть много, много и много. И вы должны быть везде. Тогда масштаб вашего бизнеса сразу удвоится, утроится, а то и удесятирится. Итак, третье задание. Подумайте, где вы есть, на какой территории, сколько вас там, то есть и лидеров, и консультантов, и офисов. И подумайте, как увеличится вам вот в этом масштабе, чтобы вас стало больше на этих территориях. И переходим к последнему пункту масштабирования. Это изменение модели. Вот знаете как? А, нет, не к последнему, простите, к третьему. Изменение модели. Изменение модели – это когда вот все остальные предыдущие пункты, вектора, о которых я говорила в первом масштабировании обучения и вот вышеизложенном, они все работают на расширение вашего бизнеса. То есть ваш бизнес – это как ядро, как ядро вами созданное. И для того, чтобы ваше ядро разрасталось, то вот все остальное идет на расширение. Изменение модели – это другой ракурс. То есть смотрите, помните, я вам говорила, что в юности, то есть не в юности, а когда в младенчестве, вы вначале расширяете свое ядро бизнеса, вы расширяете свой доход и свою структуру. А вот уже когда вы переходите в юношеский возраст, то есть когда вы переходите в позицию, что вот у вас уже есть чек, уже есть структура, но вы вносите себя в позицию неудовлетворенности осознанно, вы говорите «мне не нравится это», вот тогда вы изменяете масштаб своего ядра. То есть вы, вот знаете, как это лучше сделать? Вот я написала взгляд сверху. Что вам надо сделать? Посмотреть не Ольга там что сделала, или Света что сделала, не та структура что сделала, или тот агентский пункт что сделал. Посмотрите сверху на свои структуры и посмотрите по позициям, по показателям рентабельности, по показателям количества лидерского корпуса, не пофамильно, вот это я имею в виду, по групповым объемам, по приростам, по увеличениям средней закупки каждый период. То есть посмотрите сверху. Если вас это устраивает, значит, если вы понимаете, что вы не достигли еще первых достижений, не прошли первые стадии установления, двигайтесь, расширяйте ядро. Если вы понимаете, что вы уже хотите чего-то намного большего, тогда вы должны кардинально изменить модель своего масштаба. Приведу примеры, чтобы было это понятно. То есть не количество клиентов, если вы продавец, а сеть мест по обслуживанию клиентов. И это можно создать. Не количество консультантов в вашей структуре, а увеличение оборота всей структуры. То есть для меня вся моя структура со всеми директорами, это вся моя личная группа. Я ее воспринимаю так. Почему? Объясню. Для меня важен каждый член команды, кто находится в моей структуре, но для меня важен групповой объем всей структуры. Я смотрю, идет ли прирост всей структуры, и идет ли прирост уже потом внутри у каждого лидера и директора моей команды. Вот взгляд вот с этой позиции. Идет ли групповой объем у вас рост и прирост. Я это говорю больше, конечно, для драгоценных директоров, у которых уже есть директора. Обратите внимание на всю свою структуру. Если у вас только позиция старшего директора, например, или директора, тогда посмотрите на рентабельность своего бизнеса, сколько лидеров в вашей команде, которые могут выйти на квалификации. То есть вот изменение другого масштаба, другого взгляда на свою структуру. Смотрите, не количество консультантов, а увеличение оборота своей структуры, каждый период прирост не на, а в разы. То есть не плюс, а умножить на 2, на 3, на 5. Умножить. Не квалификации, а количество бриллиантовых групп. Ну это я образно говорю. То есть что в ширину, что в глубину. Сколько количества должно быть у вас бриллиантовых структур, а не просто директоров вашей структуре всей. Не система вебинаров, а сеть проектов ваших партнеров. То есть сколько ваших партнеров создают свои проекты. И насколько происходит взаимодействие всех этих проектов на усиление друг друга. То есть вначале они росли на вашем проекте, теперь они создали свои проекты, и вы объединились в общий проект, как мы сейчас объединили, Светлана Устратова со мной, Юлия Капитонова, ее структура объединились с нами. Вот мы объединились нашими командами, и все директора, которые находятся в моей команде, Дарья Титова и Светлане Устратовой команде директора, мы объединились на усиление друг друга. То есть наши проекты у каждого есть свои, но в то же время есть вот общий проект на определенное расстояние для помощи друг другу. И следующий момент, это известность не только в Фаберли, не только в вашей структуре, а во всех территориальных пространствах. Знают ли вас в разных регионах ваше имя, кто вы такой? И в других сетевых компаниях знают ли вы, кто вы такой? Вот, то есть, вот изменение вот этой модели масштаба. Если это понятно, поставьте плюсики. Я понимаю, что я вас гружу, но если это понятно, поставьте плюсики, я двигаюсь быстрее вперед, еще немножко осталось, чуть-чуть еще вас погружу. Спасибо огромное, что понятно, но если не понятно, задавайте вопросы, я готова ответить. Итак, домашнее задание четвертое. Продумайте, как изменить именно вашу модель масштаба, масштабирования. То есть, вы взгляните сверху на свое создание, посмотрите, что там внутри происходит, и подумайте, как это изменить, то есть, как изменить вот то безобразие, я скажу так, которое есть у вас в структуре. Потому что действительно может многое нам не нравиться в структуре, и это можно назвать безобразием. Я могу назвать безобразием даже хорошие результаты, но назову это только если это не увеличение в 100, в 200, в 300 раз. Понимаете? Не увеличение рентабельности и не увеличение конверсии. Поэтому посмотрите на свою структуру сверху, на все, что вы создали вокруг себя, на свое окружение. И подумайте, по отношению к себе, к тому, что вас окружает вокруг, ваша жизнь, все вот это, как вы можете, что по отношению к вам, что значит будет для вас увеличение модели. Двигаемся дальше. Следующий пункт именно в масштабировании. Это аномалия эффекта резонанса. Вот скажу честно, что аномалия эффекта резонанса к нему приходят не все. Точнее, многие застревают на предыдущих векторах, потому что боятся смотреть вот сюда, боятся что-то менять в своей жизни, в своем бизнесе, а вдруг не получится. Я точно понимаю, о чем разговор. Это не я придумала, это я проходила курсу бизнес-молодости масштабирования и курс у Алекса Яновского, высшая школа управления. То есть я поднимала этот материал для того, чтобы понимать, ну вот именно у бизнес-молодости есть такая фраза аномалия эффекта резонанса. Я с ними полностью согласна, но я попробовала переформатировать это под нас, под сетевой, под вас, коллеги. Что такое вообще аномалия? Это то, что не существует в природе. Или это то, что является чудом, эксклюзивом, нереальным. Это то, что невозможно создать искусственно. То есть это что-то неожиданное, рожденное. Вот как бизнес-молодость говорит такую фразу, он говорит, очень долгое время воспринимали, что черный лебедь, он вообще не существует в природе, что его скрестили. А потом узнали, что есть город, где живут, именно рождаются только черные лебеди. Белая ворона – это тоже аномалия. Приведите мне вот сейчас примеры, какие бывают аномалии, о которых вы знаете. Что такого есть? Вроде бы есть в природе, но для всех это полная дикость, неожиданность и что-то нереальное. Какой пример вы могли бы мне привести? Я понимаю, что я вас загрузила, но хотела бы, чтобы вы мне написали. Какие еще существуют аномалии, о которых вы знаете? Какие аномалии? Белый усирийский тигр. О, спасибо, Лидия Алексеевна. А еще, что еще есть? У нас есть аномалия в фаберлик. Белый слон, белый носорог. Отлично. У нас Лидия Алексеевна только отвечает, а остальные? Какая есть аномалия? У нас есть лидеры в фаберлик, которые просто аномалия. Кто знает фамилии лидеров фаберлик, которые просто аномалия? На которых мы смотрим и говорим, не понимаем. Дарья, ты пишешь, баля-баля. Кто у нас аномалия? Кто знает? Фамилии знаете? Заварухины, благодарю, Вера. А еще кто? Устратовы, благодарю, Вера. А еще кто? Кто у нас еще? Сытумир. А, девушка из Сытумира. Правильно, точно. А еще кто? А Марья Мумарова. Мельниковы, точно. Куряча, спасибо. Мельниковы. Смотрите, я, конечно, имела в виду, знаете как, Кононовы, которые растут, непонятно как. Растут. Это действительно аномалия, потому что это что-то такое, вот, что-то такое, что островские, да, которые, вот, что-то делают такое, что-то просто, что-то такое, чего нет у других, что у них вот это происходит. И вот смотрите, аномалия у вас может, вы можете прийти к аномалии, но для этого нужно уметь резонировать. То есть понимать, что происходит в вашей структуре, понимать, что мешает вашему, вот, чему-то такому аномальному, вот, почему вы не можете выйти и стать какими-то вот такими, совершенно отличающимися от всех других. И это то, о чем я, например, помните, рассказывала на семинаре, очень часто говорю про то, что мне Борис Маркович Островский предложил. Если ты не можешь запрыгнуть в вагон ускоряющегося поезда Фаберлик, значит, тебе нужно создать что-то такое, которое перелетит компанию или будет впереди компании. И тогда родился интернет-проект. Потому что на тот момент компания даже еще не делала шаги. Она только начинала, замысливала туда делать шаги в интернет-проект, а мы уже начали создавать. Вот аномалия – это когда то, чего нет сейчас. И вот важно здесь уметь соизмерять с собой, понимать, что я готова к этой аномалии, я готова кардинально что-то изменить в своей структуре, в своей команде, в каких-то действиях, создать что-то новое, отличающееся абсолютно от всех остальных, которое даст мне ускорение, как вот у тех людей, про которых вы написали выше. Важно уметь. Первое. Уметь. Задайте себе вопрос. Умеете ли вы понимать и резонировать, где вы находитесь сейчас? Не плагать, а именно резонарция – это значит, это как конструктивная критика по отношению к себе. Никто виноват вокруг. А что происходит у меня и почему это происходит? Задайте себе этот вопрос. Умеете ли вы видоизменять и реформировать то, чтобы усилиться? То есть вы, например, поняли, у меня вот так все расположено. То есть вот моя схема самоорганизации такая. Схема самоорганизации, организации моей структуры такая. Как я могу реформировать это все, видоизменить, чтобы усилиться и ускориться? Умеете ли вы не опускать руки, когда вам сложно и трудно, и вы просто понимаете, мама родная, что-то происходит? И не говорите, а, да на все плевать. Умеете ли вы не говорить этого слова, а держать руки в карманах, в кулачках и говорить, я все могу? Умеете ли вы говорить себе, что я могу такого сделать и добавить, чтобы все изменилось к лучшему, как у меня, так и в моей команде и у моих людей? Что я могу? Где я могу получить тот ресурс, который даст мне это ускорение, если я чего-то не могу? Что я могу сделать для себя и для своей команды? Где это взять? Умеете ли вы задавать такие вопросы себе? И пятое, в чем будет моя аномалия? Чем я буду отличаться кардинально от всех остальных? От своих наставников, от вышестоящих наставников, даже от тех людей, которые аномально растут? Чем я буду другим? Что меня узнают везде? И последний пункт, в чем будет уникальность моего бизнеса? Мой бизнес будет в чем уникален? Именно здесь рождаются уникальные проекты, именно здесь посещают инсайты, именно здесь, когда вы создаете что-то новое, как говорит бизнес молодость, вас или штырит, или нет. То есть, или вы просто это делаете, вам страшно, но вы в этом потоке, в счастье идете, и просто в вере идете, и делаете это? Или вы просто понимаете, и вам кайф от этого? Вы понимаете, что вы готовы на это? Или вы что-то делаете, и машете руками, и постоянно делаете шаги назад? Вот уникальность, и проекты, и необычность создается именно в этот момент, когда вы понимаете, я не хочу так больше жить, я не хочу жить вот в той категории, в которой нахожусь сейчас, я хочу измениться сам, изменить то, что происходит в моей структуре. И задание напоследок, подумайте, задумайтесь над своей аномалией, и над тем, готовы ли вы к ней, и что для этого необходимо сделать.